Первый лот. Это композиция на листе А3 «Сестры Тоша. Яркий и интересный мир вокруг». Эту композицию подготовила Елизавета Баранова и Екатерина Баранова, которым всего лишь три года. Благотворительный аукцион в пользу детей, которым требуется восстановление слуха, прошел в Коворкин-центре «Планета IQ» в Афрязине. Фонд «Доверяю» на продажу выставил не только рисунки детей и их поделки, но и работы профессиональных художников. Я очень надеюсь, что таких вечеров станет больше не только у нашего фонда, а вообще по московской области, вообще в этом городе, вообще в сердце каждого человечка, который в этот час поймет, увидев, возможно, меня, увидев наших деток, ту помощь, которую мы оказываем, поймет, насколько это действительно важно. Есть в медицинской практике такой термин «кохлеарная имплантация». Это хирургическое восстановление слуха, в ходе которого в улитку внутреннего уха устанавливается специальный прибор. Он стимулирует сохранные структуры слухового нерва, что способствует восприятию звуков, и ребенок начинает слышать. Уже на протяжении нескольких лет эффективным партнером благотворительного фонда «Доверяю» является Центр реабилитации слуха и речи «Тоша и Ко». Ведь после операции требуется достаточно длительный период реабилитации. Именно этот этап является основополагающим при поступлении ребенка в общеобразовательную школу и в том, чтобы ребенок слышал наравне со слышащими сверстниками, развивался наравне с ними. И если сама операция оплачивается государством, то реабилитация, к сожалению, ложится исключительно на плечи родителей. И в данном контексте, безусловно, помощь благотворительных фондов бесценна. На аукцион поддержать замечательное дело, которое поможет кому-нибудь из ребятишек восстановить слух, пришли и родители тех, кто уже получил материальную помощь. Им очень хочется высказать слова признательности людям, организовавшим сбор средств. «Каждый этап, пройденный на здоровье, а значит это усилие, и благодаря фонду «Доверяю» есть помощь, с которой самому и семьей достаточно тяжело справиться. Если есть помощь, значит есть поддержка». Благотворительный аукцион во Фрязине был организован при участии местных властей, а также всероссийских и областных организаций, таких как Союз предпринимателей «Деловая Россия», группа компаний «Исток Аудио» и Московский областной союз журналистов. «Мне хочется пожелать Ирине удачного аукциона, и пусть эти собранные средства, которые будут выручены от этого аукциона, изменят жизнь хотя бы нескольких семейных лучших». Аукцион получился результативным. Например, первый лот, тот самый, с которого мы начали наш рассказ, был куплен за цену, поднявшуюся в два с половиной раза. Андрей Циханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.